Знаете, вот у меня есть одна дочь и есть один сын. Я, конечно, за многое благодарю мою супругу, но более всего я благодарен ей за то, что она родила мне сына и дочь. Когда моему сыну исполнилось 7 или 6, я хотел научить детей Миру Души. И самое важное, я хотел научить их силе самообладания. Когда мы читаем Библию, говорят, что когда обнаружили континент Америки, тогда американцы, первые заселенцы, были очень мудрыми. И что же тогда произошло в то время? А был профессор по имени Бензамин Спарк. Он был детским педиатром. И он написал книгу. И называется «Когда ребенок, дайте молоко». И говорят, это способ воспитания детей. Это очень толстая книга. Но какая суть этой книги? Это значит, когда ребенок плачет, дайте грудь. Потому что ребенок плачет, потому что нуждается в молоке. Это было время, когда Америку заселяли Пуритане. И Пуритане очень строго воспитывали своих детей. Матери этих семей, они давали детям пищу только в определенное время. И ни в коем случае не давали молоко, даже если ребенок плачет. Даже если ребенок хочет пить молоко. Да, маме хочется дать молоко. Но давали пищу только в определенное время. И даже если ребенок хочет молока, нужно ждать, пока придет нужное время. И таким образом у них воспитывалась сила самообладания. Когда они приехали в США, и культура, и бизнес, все направления общества развивались с большой скоростью. Когда строились здания Эмпея Стилл, знаете, за сколько времени они построили это здание? Они построились за 13 месяцев. Я строил много молитвенных домов. Чтобы построить один этаж, почти нужен месяц. А они 102 этажа построили за 13 месяцев. Это огромное здание. Тогда ведь не было современных технологий. В то время граждане США были очень мудрыми. И у них была огромная сила самообладания. Но прочитав книгу Бензамина Спарка, многие американцы начали меняться. И люди говорили, тогда Америка разрушится. Это неправильное учение. Однако мамы, они не были образованными. И поскольку это говорит специалист, те матери, которые вовремя давали детям молоко, начали давать молоко, когда дети плакали. И то поколение, в котором начали сразу давать молоко, когда дети плачут, мы можем увидеть, что у них сила самообладания начала резко падать. Когда я воспитывал своих детей, когда им было 6-7, я учил своих любимых детей силы самообладания. Он спросит, папа, я хочу конфету. Я покупаю конфету. Папа, я хочу мороженое. Я покупал мороженое. Когда дети радуются, когда едят мороженое, тогда и отцу нравится. Но для того, чтобы воспитать силу самообладания, порой, когда дети хотят мороженое или конфету, я всегда покупал им. Ну, если они, например, 10 раз просят купить мороженое, 7 раз я покупал. А на 8 раз я не покупал. Они говорят, папа, мороженое. Я говорю, нет. Да папочка. Папа же сказал, нельзя. Ну, папа. Папа сказал, нельзя. Сын же не может меня победить. Он же, ему всего лишь 6. И, казалось бы, такой простой способ. Если ребенок платит 10 вещей, я давал только 7, а 3 не давал. Конечно, порой я не давал, потому что не было денег. Но даже когда были деньги, я не покупал. Почему? Чтобы то сердце, которое хочет мороженое, можно было контролировать. Разве он может не контролировать свои желания? Даже если будет плакать, просить, все равно это никак не воздействует до меня. И таким образом я научил их контролировать себя. Казалось бы, так просто. Это очень простые вещи. Но дети, которые научились в Сирии самообладания, они полностью отличаются. Мой сын учился в США. И он поступал в университет. Знаете, там в 16 лет можно получить права на вождение. И поэтому он просил машину. Да, я купил машину ему. Но какая самая дешевая машина? машина, которая называется Эскот. Да, это самая-самая дешевая машина. И я купил ему эту машину. Да, я говорю, папа, спасибо тебе, спасибо. Другие дети, у них родители, бизнесмены, директоры больших компаний. И они покупали бмв, покупали хорошую машину им. Да, так время прошло в субботу. Дети же ведь отдыхают, правильно? И у них есть свободное время. И на машине куда они едут? Идут кататься на лыжах. и когда ребята едут, обычно такие места, так скажем, курортные места находятся сто километров от города. И молодые дети едут играться. Им очень нравится. Едут в субботу, и потом проходит время, катаются, вечером приходят в школу. Да, очень хорошо отдохнули. И говорят, Юнгук, так было интересно вчера. И мой сын тоже хотел поехать гулять. Но он не мог гулять. Потому что я сказал, чтобы он жил при церкви. В церкви его кормили. Он жил в маленькой комнате, занимался уборкой молитвенного дома. Он работал. В воскресенье надо же участвовать на собрании. Поэтому он не мог поехать с ребятами гулять. Им так интересно кататься на лыжах. Поэтому в субботу уезжают и возвращаются в понедельник. А в следующую неделю в субботу уезжают и возвращаются во вторник. А еще через неделю уезжают в субботу и возвращаются в среду. образование в США так срублено, что учители не могут упрекать или ругать детей. Они должны только учить. Верно? Так ведь? Да. То есть, например, нельзя говорить «учись». Это уже форма приказа. Поэтому так не говорят. Там говорят «было бы хорошо, если бы ты учился». И так они учат. И учителя делают чтобы дети сами принимались решения. Как вы думаете, что с вами произошло? Заканчивают школу. Всем раздали конверты. У других ребят нет диплома. И только у моего сына был диплом. Говорят, только 20% ребят, которые поехали в Америку учиться, получают диплом. Из-за этого часто появляются проблемы у родителей, у мам или у отцов, которые воспитывают таких детей. Ответ очень простой. Я хочу что-то делать. когда мне 6-7, если мы у детей научим силу самоконтроля, тогда они, когда вырастут, смогут намного легче контролировать себя. Они смогут победить желание употреблять наркотические вещества. я не говорил, Янгок, ты должен научиться силе самообладания. Вот что такое сила самообладания. Я не объяснял. Я пастор. Я знаю Писание. И в Писании рассказывается о мире души. Если у моего сына не будет силы самообладания, он будет страдать. У него нет нехорошего положения. Но если он хочет, он плохо будет учиться. начнутся проблемы в жизни. В 2009 году по приглашению китайского комсомола я поехал и воспитывал два дня молодых людей. Я учу молодых людей нашей церкви силы самообладания. Не только силу самообладания. Я учу их размышлять. Учу ввести взаимосотрудничество. Казалось бы, там ничего нет особенного, но там есть важные вещи. Я говорил про внучку, помните? Она сказала, папа делает так, как говорит дедушка. Моему сыну уже почти 50 лет. Ему по-моему уже 48 по-корейски. Я ни разу не говорил, Йонгук сделает то. Если я скажу, он говорит да. Он никогда не шел против меня. И внуки тоже не шли против меня. Они говорят, отец сделал все, что говорит дедушка. Как вы думаете, как это стало возможным? Я научил их силе самообладания. Я не говорил, ты должен контролировать свои желания. но я давал возможности, чтобы он мог сам контролировать свои желания. Да, хочет есть все. Конечно, простите, в детстве из-за того, что мы были бедными, мы часто голодали. Да, порой мы голодали, потому что не было есть. Конечно, я никогда не заставлял их голодать. Но я давал им силу, чтобы они могли контролировать свои желания. Я не учу молодых людей о мире души сложными путями. Да, если, например, научить их, когда дети хотят мороженое и сказать нет, в следующий раз. Если они научатся этому, в 6-7 лет, они легко могут научиться силе самообладания. И поэтому в 20 лет и в 30 лет у них формируется сила самообладания. И второе, чем должны научиться дети, это способность размышлять. Они должны научиться думать. А думать очень просто размышлять. не что-то какое-то сложное, так скажем, какие-то планы. Допустим, есть какая-то проблема, есть первостепенные мысли. Мы оставляем их в сторону и должны размышлять в противоположной стороне. И мы увидим, что очень первостепенные мысли и второстепенные мысли будут намного лучше. Если мы будем размышлять трестепенными мыслями, мы не любим думать. Поэтому многие люди принимают решение сразу следуя за первыми мыслями. Они любят. Но если они размышляют мышление, и когда у них развиваются второстепенные, трестестепенные, четырестестепенные мысли, когда они думают второстепенные мысли, тогда они видят, что первые мысли были хуже, чем вторые мысли. Если человек умеет думать трижды, тогда он увидит, что эти мысли будут намного лучше, чем когда он подумал дважды. В Сеуле в основном в семьях рождается только один ребенок. Но я считаю, что это самый глупый способ родителей. Знаете, почему они не рожают? чтобы хорошо провести старость жизни. Но это не так. В нашей церкви я говорю, чтобы рождали четырех пятерых детей. Женщины, вот женщина, когда рождает ребенка, меняется ее прозвище, превращается в маму. Женщина и мама это разница как небо и земля. женщина, если родить пятерых детей, даже самая злая женщина превратится почти в ангела. Когда невестка вышла замуж за моего сына, она родила сына, потом дочь. А третьим она родила сына, подобного поросенку. Я называю моего внука поросенка. Я вот смотрю на невестку, я чувствую, что она очень любит третьего внука. и мама, будущая мама жертвует собой ради своих детей. Даже самая жестокая женщина, если родит пятерых, она почти станет самой доброй женщиной. Есть еще одна причина. Если у тебя два ребенка, ты покупаешь квартиру, а в Корее есть, так скажем, очередь для приобретения квартиры. Если будет два ребенка, тогда ты будешь первым. Да, первым будешь. А если родить троих, тогда ты сразу становишься нулевым и сразу можешь приобрести квартиру. Если я не ошибаюсь, если родить пятерых, тогда обучение в университетах детям дается бесплатно. Да, но это минимум. Когда чем один ребенок, лучше когда два ребенка. Чем два лучше, чем чтобы трое были. Если будет четыре или пять детей, то ни в коем случае не будут дети с аутизмом. Знаете, когда дети следуют за своими мыслями, они становятся аутистами. Старший внук это младший сон ук, а младший сон иль. Да, родители могут сказать, ладно, не надо беспорядки наводить. Но старший брат, он отличается от родителей. Он в школе изучает борьбу. Если брат не слушается, он берет за шею младшего брата, тогда младший брат говорит, «Ой, братцы, я больше не буду, пожалуйста, прости». И он заботится о старшем братье. Если будет пять детей, у них будет очень хорошее отношение с окружающими людьми. А что еще важнее, и во время свадьбы хорошо, и внуков будет много, и поэтому встретим в нашей церкви трое детей у каждых братьев-сестер. Университеты в Корее были сделаны, когда в Корее наши рождали многих детей, а сейчас становится все меньше и меньше людей. И поэтому сейчас такая ситуация, что ежегодно будут закрываться многие университеты. Однако в нашей церкви рождается много детей, поэтому очень хорошо. когда я читаю Библию, я смотрю на мир души, и я учу размышлять. И когда дети учатся взаимосотрудничеству друг с другом, тогда они смогут стать очень умными. У них будут хорошие отношения с людьми, они смогут хорошо устроиться в обществе и смогут стать великими людьми. Проблема детей нашей страны заключается в том, что рождают 5 дочерей и одного сына, то в основном такой сын становится алкоголиком. Почему? Потому что если рождается сын, тогда он самый ценный в семье, поэтому все заботятся о нем. И тогда ему делали все, что он хочет, поэтому когда у него что-то не получается, как он хочет, тогда появляются многие проблемы, и он начинает капризничать. Поэтому если посмотреть вопрос рождения детей или воспитания их, на самом деле в Библии есть очень много мудрости по воспитанию детей. А в Библии есть человек по имени Ламех. Он родил сыновей. Первый сын, второй сын и родил троих. Первый сын он занимался земледелием. Второй сын он играл на гуслях. А третий сын он сделал оружие острое. Когда родился старший сын, родители становились стареть и хотел воспитать своих младших братьев. Поэтому он должен был заниматься земледелием. Да, нужно сделать молоко, нужно отдать одежду, нужно делать шитры, нужно было сделать одежду. Знаете, почему второй сын играл на инструментах? Старший сын он же кормит их. Поэтому он сделал гусли и свирели, чтобы веселиться. А почему третий сын сделал острое оружие? Да, теперь можно питаться хорошо. А младший брат сделал много инструментов музыкальных. И он стал кузнецом, который делает оружие из меди и свяжелается. И Библия очень подробно описывается, как перетекает сердце человека. И и т гусли младший топ и младший Продолжение следует...